Всем добра! Сегодня я вам расскажу о программе, которую нашел относительно недавно. Называется она The Brush. Она создана специально для тех, кто любит лепить персонажей. В ней очень сильно преобладает скульптинг. Для начала я с помощью двойного щелчка мыши выберу уже готовый проект. Это просто классическая сфера. И собственно больше ничего. Для того, чтобы поворачивать камеру, нужно просто нажать правой кнопкой мыши и просто вводить. Для того, чтобы приблизить, нужно с зажатой клавишей Ctrl, точно так же правую кнопку мыши двигать. Также, если зажать клавишу Shift, то камера будет смотреть строго с конкретной стороны. Вот как это сейчас происходит на экране. Проще говоря, идет выравнивание. Если зажать клавишу Alt и правую кнопку мыши, то камера будет передвигаться. Но важно сначала отпустить кнопку мыши, а уже потом саму клавишу. Иначе камера будет вести себя как бешеная. Справа у меня оранжевым цветом активирован пол, симметрия. Сейчас я нажал на кнопку, которая ставит шар максимально к краям экрана. Удобная клавиша. Также там есть кнопки двигать, отдалять и точно так же вращать камеру. В принципе, с клавишами гораздо удобней. Поэтому к этим кнопкам, скорее всего, прибегать буду преже. Перед тем, как произвести трансформацию шара, я покажу в панели инструментов Transform есть виды симметрии. Сейчас активирована оранжевым цветом симметрия по оси Х. Есть также по оси У и по оси З. Вот я сейчас отключил, и я когда кистью рисую, у меня выдавливается только там, где находится одна из точек. Как только я ее отключаю, например, симметрию Х, у меня появляются две точки. Сейчас поверну, и рисование происходит с двух сторон. Если зажимать клавишу Alt, то рисование будет не выдавливать, а вдавливать. То есть будет происходить инвес. Если я включу, например, симметрию Y дополнительно, то вы видите, у меня уже четыре точки. И можно рисовать уже практически со всех сторон шара. В некоторых случаях это удобно. Если я включу Z, то уже восемь точек, и шар, получается, производит трансформацию абсолютно везде. На данный момент активированы все оси симметрии, но пользуйтесь теми, которые для вас удобны. Сейчас я увеличил интенсивность. Для этого можно нажать клавишу И, и она появится. Панелька прямо на экране, либо сверху, там, где написано Intensivity, Двигать скроллик. В том же месте, чуть правее, есть размер кисти и сдвиг. То есть, каждая кисть имеет две окружности. И сдвиг отвечает просто за внутреннюю окружность. Для более точных оттисков этот инструмент очень полезен. Но тут главное просто пробовать, экспериментировать. Потому что у каждого человека возникают совершенно разные задачи. И поэтому требуются всегда разные инструменты. Сейчас я выбрал способ нанесения кисти в виде спрея. Получается, он сразу несколько точек будет выдавливать. Так как у меня подвисает система, я отключу две симметрии. И буду выдавливать. Также там есть способ нанесения кисти в виде точки, как будто змея внутри кожи ползет. Сейчас я открыл панель, где находятся все кисти. Здесь просто, если вы в первый раз пользуетесь программой, как я сейчас, нужно просто выбирать, смотреть и экспериментировать. Сейчас я выбрал кисть, которая будет сглаживать шар. Как видите, рельеф сразу пропадает. То есть, если вы, например, где-то ошиблись, то эта кисть может помочь вам вернуть все в начальное состояние. Ну и также комбинацию клавиш Ctrl-Z еще никто не отменил. Точно так же, чуть-чуть повыше рабочей области, сейчас этот серый прямоугольник находится под интенсивностью. И видно, что он сдвигается чуть-чуть вправо. То вы заметите при запуске программы, что там огромное количество. То есть, программа хранит абсолютно всю историю всех ваших действий до того момента, когда вы решите сохранить документ и выйти из нее. В целом, здесь можно придавать довольно-таки причудливые формы и очертания. И эта программа очень полезна для выпуска всяких мостов. Для меня она пригодится, чтобы создать детимор, мертвых грифов и прочую нежить, которая у меня есть в проекте. Сейчас, когда я нанес дополнительную тиску, у меня появилась маска. То есть, активно сейчас вот эти полукольцевые рога, а остальное закрасилось серым цветом. То есть, нужно зажимать клавишу Ctrl, если щелкать и левой кнопкой мыши, то происходит инверсия кисти. Тот объект, который серого цвета, он получается неактивный и на него никакая кисть не действует. Тот объект, который светлый, его можно разрисовывать. Если нужно просто убрать маску полностью, то зажатой клавишей Ctrl и левой кнопкой мыши просто чуть-чуть делайте выделение в любой области экрана, которая не касается объекта, и весь объект станет полностью белый, как у меня сейчас. Там, где панель называется инструменты, по-английски Tool, имеется область, точнее, кнопка называется Sub Tool или Sub Tool. Здесь эта панель, проще сказать, отвечает за список объектов. Для того, чтобы завести новый объект, нам нужно нажать клавишу Append, что я, собственно, сейчас не сделал, поэтому у меня просто сфера заменила полностью тот объект, который я создал. Сейчас я обратно заменю. И чуть-чуть панель нужно сместить вниз. Она достаточно длинная, и там очень много всякого разнообразия. Для того, чтобы выбрать уже новые объекты, нужно нажать клавишу Append и выбрать какую-нибудь кольцо. На данный момент у меня выбрано кольцо и просто начать рисовать. Откуда вы начнете рисовать, откуда это кольцо и будет образовываться. И, как видно, под надписью SubTool у меня появился уже второй объект. Так, белое кольцо. С ним можно производить абсолютно такие же манипуляции. Все точно так и делается. Можно включить режим Solo. этот режим получается скрывает все остальные объекты, кроме того, который выделен именно в списке объектов. Обратите внимание, у меня кольцо находится совсем в другом месте. Сейчас его надо будет переместить. На верхней панели есть также клавиша для перемещения, для масштабирования и для вращения. Но тут немного особенная такая ось перемещения. Я с ней сам не до конца разобрался, потому что там много таких примочек интересных, которыми нужно отдельно приучиться пользоваться. Там есть возможность срезать объект, можно уменьшить, растянуть, вытянуть. Вот сейчас у меня уже видно два объекта и выделенный объект я могу спокойно редактировать. Если у меня выделена соответствующая кисть. Сейчас там, кисть, видно, что у меня выбрана трансформация. в принципе основное что я мог рассказать я рассказал и начиная с этого видео и следующих я уже буду лепить мертвого грифа для книги Таня Гроттер и магических контрабаса. Этот гриф также будет появляться в книге Таня Гроттер и исчезающий этаж и возможно в остальных тоже. Просто не помню где именно. А пока пробуйте, экспериментируйте. Сейчас я этот шар превращу в продолговатую форму. Для этого можно выбрать инструмент перемещать топологи либо эластичное перемещение. Вот сейчас я выбрал перемещение топологи так как у меня тут маленький радиус кисточки то слишком мало перемещается. Я увеличу интенсивность увеличу радиус и буду вытягивать голову так чтобы появлялся такой образ клюва. И после того как придам первоначальную форму для головы буду уже редактировать мелкие детали. Но это уже в следующих видеофайлах. Скажу честно программа мне уже очень сильно понравилась. В следующих видеофайлах я уже буду просто рассказывать частично про описание мертвого грифа. Почему я выбираю именно такую деталь. Но уже сам интерфейс программы я рассказывать наверное все таки не буду. Но когда буду уже мертвого грифа раскрашивать тогда уже будут новые инструменты и я о них обязательно расскажу. Кстати над скроликом интенсивность есть кнопка которая оранжевая FF и рядом есть FSUB. Это эти две кнопки отвечают за прибавку полигонов и уменьшение. ну проще сказать либо ты выдавливаешь либо вдавливаешь в принципе это все что стоит знать для пользования этой программой. Спасибо всем кто умудрился посмотреть этот видеоролик до конца и всем пока.